Итак, в предыдущем блоке мы с вами коротко проговорили, что у нас любая логистическая система может работать в одном из двух режимов. Это режим закупки на склад, мы сейчас еще раз повторюсь, мы говорим только о логистических системах, связанных с закупками. Мы не будем трогать системы, связанные с производством, хотя это очень похожие вещи, но мы все-таки больше будем говорить про закупочную логистику. Итак, она может работать в двух режимах. Первый – это поставка на склад в одном месте либо по всей цепочке, которая у нас есть, но это поставка на склад. И второй режим – это поставка под заказ. и возникает вопрос, а кто определяет, как должна работать наша цепочка. И здесь нам вольно-невольно придется коснуться классификации ограничений, которые есть в рамках теории ограничений. Она не общепринятая, но она как-то хорошо устоячая. Все виды ограничений, которые существуют в природе, мы можем классифицировать на три большие группы. Первая, самая простая, самая понятная, с нее мы всегда начинаем все разбирать. Эта группа называется ограничение мощности. Ограничение мощности – это состояние, когда у нас есть ресурс, который не в состоянии обеспечить нам требуемую мощность, чтобы удовлетворить имеющийся у нас спрос. То есть, когда у нас есть спрос в течение какого-то времени, а у нас нет мощности, чтобы на этот спрос отреагировать, это могут быть люди, это могут быть склады, это может быть транспорт, это могут быть деньги, любой ресурс может в этом случае выступить ограничение. И это ограничение мощности. То есть, и хотели бы, да не можем. Второй класс ограничений, находящихся на другой стороне – это ограничение рынка. Ограничение рынка – это ситуация, когда у нас нет больше спроса на то, что мы можем купить, произвести, поставить. Просто мы уже продаем почти всем, кому надо. Считается, что если у вас больше 50% рынка, то вам особо расти некуда. Потому что каждый дополнительный процент обходится вам очень дорого. Является это абсолютным утверждением? Да нет, не обязательно. Но в большей части, чаще всего это именно так. Вот если у вас достаточно большая доля рынка, расти вам некуда. И значит, вы уперлись в ограничение рынка. Ограничение рынка – это когда компания не может получить заказов в такой объем, который требуется для обеспечения необходимого темпа роста. И третья большая группа видов ограничения – это ограничение времени, которое формулируется следующим образом. Время терпения клиента короче, чем время, которое требуется компании для удовлетворения спроса клиента, для выполнения его заказа. То есть мы не успеем никаким образом физически выполнить заказ клиента за то время, которое он готов ждать. – это самый яркий пример, который мы здесь можем рассмотреть, и он известный, банальный, всегда повторяется – это пример про то, что девять женщин не родят нам ребенка за один месяц. Это физически невозможно. И вот эти три типа ограничений, которые у нас существуют, и они существуют не в безвоздушном пространстве. Очевидно, что любая коммерческая компания рано или поздно упрется в ограничения рынка. Как бы вы не добавляли мощность, что бы вы не делали, на земле живет 8 миллиардов человек, и если вы удовлетворяете потребности хотя бы 4 миллиардов, то, скорее всего, вы упретесь в ограничения рынка. И это первичное и самое главное ограничение, с которым сталкивается любая коммерческая компания. Но из этого всего большого рынка всегда есть доля тех, кто не готов ждать. Это та самая часть рынка, которая создает нам активное ограничение времени. При этом, если у нас не хватает мощности, чтобы покрыть весь спрос, который компания может получить за то время, которое ей нужно, чтобы выполнить эти заказы, то вы вообще не можете обеспечить мгновенную реакцию. А у нас есть один базовый способ обеспечения мгновенной реакции компании. Это хранить запасы. Если вы находитесь в ситуации, когда вашим активным ограничением является ограничение времени, то есть ваши клиенты не готовы ждать столько времени, сколько вам необходимо, чтобы выполнить их заказы, то есть единственный способ, которым вы можете обеспечить охват этого рынка. Вы должны положить запасы, чтобы обеспечить мгновенную доступность. Но если у вас не хватает складов, денег транспорта, чтобы это закупить и куда-то положить, то вы попадаете в ситуацию ограничения мощности. Если у вас не хватает мощности, то вы не можете обеспечить соответствующий уровень запасов и из всего рынка у вас остаются только те клиенты, которые готовы ждать. Это либо самые бедные клиенты, которые не могут себе позволить получить дешевый товар, либо самые богатые клиенты, которые хотят получить что-то, то больше ни у кого не будет. А большая часть, массовая часть рынка у вас теряется в этом случае. Так вот, ваш выбор способа управления логистической цепочкой от вас не зависит. Если вы находитесь в ситуации, когда у вас действующее ограничение времени, то вы должны в своей закупочной логистики обеспечивать наличие запасов. Вы должны обеспечивать хранение запасов, и вы будете работать с закупками на склад, с поставками со склада и с производством на склад. Если у вас не хватает мощности, то вы будете возить только под заказ, потому что наличие вы обеспечить не в состоянии. И еще одно важное следствие из всего того, что я сейчас рассказал. Не надо хранить запасы, если ваши клиенты готовы ждать. И только ситуация ограничения рынка никак не покрывается логистическим решением. Резюмируем. Если вы работаете на рынке, на котором клиенты не готовы ждать, то ваша логистическая цепочка должна обеспечивать мгновенную реакцию, то есть хранить запасы. То есть вы должны управлять запасами цепочки поставок, обеспечивая постоянное наличие. Если ваши клиенты готовы ждать, то вам не нужно обеспечивать наличие и вам нужно поставлять под заказ. В реальности бывает чуть-чуть сложнее, потому что цепочка поставок достаточно длинная, она интегрируется и у нас на каких-то участках цепочки поставок мы должны обеспечивать наличие и хранить запасы, а на каких-то участках мы можем поставлять под заказ. И зависит это, в первую очередь, от времени терпения наших клиентов. Да, тихо, но слышно. Я понимаю, что вот эта фраза о том, что мы по большому счету, как владельцы логистической цепочки, не можем предопределить, там, мы работаем на склад или под заказ, это определяется только поведением нашего клиента. Отсюда вывод о том, что я в этом случае поведением клиента не управляю. Потребностями клиента, конечно, нет. Потребностями не управляю. Если он не готов ждать, ну вынь да положь, или продаст ему кто-то другой. Вопрос, есть ли у него альтернатива. Если у тебя не у кого купить, то тогда ты можешь над ним поиздеваться до тех пор, пока конкурент не обеспечит наличие. То есть, я по большому счету, работая на рынке, должен проанализировать поведение клиентов на моем рынке и под них сразу заходить с подготовленной логистической цепочкой под именно профиль моего рынка, профиль моего клиента на рынке. Если есть рынок, на котором есть клиенты, которым нужно, чтобы это было в наличии, они готовы за это платить, то тот, кто предложит им наличие, выиграет. Алексей, вижу руку. Спасибо. Да, здесь две реплики маленьких, наверное. Полторы минуты. Что? Да. Полторы минуты. Вопрос первый. Товар у меня есть, в наличии все есть, но для клиента он дорог. В данном случае какое ограничение работает и ограничение ли это вовсе? Ну, понимаешь, в чем дело? Когда товар для клиента дорог, то это как раз то, чем логистика не занимается. Потому что товар дорог – это значит сравнение цена и острота решаемой проблемы. Ну, я как-нибудь бы с твоего товара обойдусь. Не в пользу товара. Понятно. То есть очень важная такая вещь – клиент часто сравнивает не с конкурентом, а с возможностью вообще отказаться от того, чтобы не покупать вообще. Очень часто конкурентом является не конкурент, а отказ от покупки. Угу. И слишком высокая цена – это монополистическая конкуренция, когда мне проще самому сделать, чем покупать. А вторая ремарка была к вопросу Андрея, нужно ли изучать потребительский спрос, прежде чем заходить на рынок и формировать потребителя какое-то это. Андрей, не знаю, как в других сферах, но вот там, где я был, все эти изучения превентивные потребительского спроса – это чушь табачья. Пока ты не выкатишь живой товар, ты не увидишь на него реакцию. А я даже с этим соглашусь, Алексей. Что? Я даже соглашусь. Собственно, вся идея стартапов состоит именно в этом. Идея стартапов состоит в том, что мы выдвигаем гипотезу, делаем быстрый продукт, быстро делаем продукт, который можно проверить, и проверяем на рынке, вообще мы угадали или не угадали, мы решаем проблему или не решаем проблему. На этом целая большая тема бережливых стартапов состоит. Потому что мы можем фантазировать до бесконечности. Нам нужно, идея состоит в том, что нам нужно сделать гипотезу и проверить ее на рынке. И также с логистикой. Чаще всего проще делать следующим образом. У нас есть некое текущее состояние логистической нашей цепочки, и мы можем проверить, а если мы обеспечиваем наличие, лучше станет или нет. То есть мы просто берем какую-то номенклатуру каких-то клиентов, предполагаем, что у нас там могут быть выигрыш, мы поднимаем уровень наличия, обеспечиваем, если клиент реагирует на это положительно, то мы угадали. Если нет, ну мы рискуем деньгами. Вы и так рискуете деньгами, когда возите под прогноз. А можно ответить в этом плане, прокомментировать. Но логистические цепочки, они предопределены. Когда мы выходим с продуктовым стартапом, это одна история. Когда мы говорим о логистике, придумать новый способ доставки ценностей в нашем мире достаточно тяжело. И когда мы говорим о том, что не изучая клиента, мы хотим изменить по какой цепочке мы работаем, это под заказ либо на склад. Ну, я вот не согласен с тем, что там… Есть одно возражение. Ну, какое? Потому что ты говоришь. Если ты логистику сводишь к способу доставки, ну, тогда, конечно, мы ничего не можем придумать. А вот если логистику мы все-таки возьмем как поток ценностей, в том числе материальных, то добавление продукта, убавление продукта, формирование комплекта продуктов в одной и той же логистической цепочке, они будут создавать изменение логистической цепочки способа поставки, ну, то есть маршрута поставки. Они будут уже на это влиять. Состав продукта, который ты будешь возить, он будет на это влиять. А вот здесь у тебя очень большая вариация начинается. Если ты ничего-нибудь там не уголь возишь, а что-нибудь товары народного потребления, там у тебя уже начинаются варианты, там начинаются спектры, там уже есть с чем поиграться, и ты не угадаешь. Ну вот простая очень вещь. Наши клиенты производят там, ну, что-то производят, да, как правило производят в крупных объемах. Они ради интереса, то есть решили посмотреть, кто у них клиенты, кто берет, и решили ради интереса попробовать сделать что-нибудь меньшими партиями и обеспечить наличие. И выяснилось, это заходит. Это заходит. Извините, меньшими партиями пропала фраза? Да, меньшими партиями. Ага. И это, ну, обеспечивать наличие. Это тот кейс, который я обычно на обучении рассказываю, когда 300 рублей за килограмм в три раза дороже, чем 400 рублей за килограмм. Ага. Это вот из этой серии. То есть это прямо вот целая, ну, то есть, ну, это гипотеза, которую проверили. Цепочка логистическая есть. Важный момент, я все время об этом говорю, и в этот раз как-то упустил этот момент. Сегодня у нас конкурирует уже не производитель. У нас всего и не производители ценностей, да, и даже не бренды. У нас конкурируют цепочки поставок. То есть чья цепочка работает качественнее, тот и выигрывает. Это важно. Это важно. Дим, что хотел сказать? Рука была понятна. Когда Алексей Мельников говорил по поводу цены, такая идея возникла. Мы ведь можем ценой регулировать наличие. Мы можем сказать человеку, вот, если тебе сейчас дорого, ты подожди, мы тебе привезем задешево. Или ты не выгребай сейчас наш весь склад, мы тебе привезем на 5% но через 2 недели. Да. Но это немножко не то, что сказал Алексей, но такой механизм управления, такой механизм управления наличием цепочки поставок существует. И он оправдан именно потому, что если мы не готовы сейчас клиенту отгрузить, то мы можем за скидку предложить ему подождать. И это есть такой вариант. И он прям рабочий. Но Алексей говорил о другом. Если товар сам по себе дорог. Да. Ну, это у меня просто мысли, он навел меня на комиссию. Да. Сюда. Сюда. Да. Второй момент. Вы когда говорили об ограничениях, минут так сказать назад, являет, ну, все мы понимаем, что есть время, есть другие ограничения. Является ли ограничением Мерфи в цепочке поставок? Нет. То есть, ограничения это явление, да? Мерфи это явление, Мерфи это только уровень неопределенности, не более того. То есть, я про что говорю, я хочу пояснить. Вот, допустим, поставщик отказался, перестал упускать продукцию временно или сюда перестали ходить из-за того, что их перестали страховать, вот как сейчас произошло. Это является ограничением? То есть, здесь не ограничение в плане потока, а ограничение в... Это является препятствием. Это является препятствием, которое мешает нам работать. Дмитрий. Можно я? Да, можно я. Сейчас, секунду, Алексей. Я о термине ограничения прям отдельно нужно будет записать там 10-15 минут, ну, прям монолога. Да, Алексей. Специально, да, специально для Евгения. Я в прошлую жизнь инженер-системотехник. Вот у систем автоматизированных, по особенности, есть такие вещи, называются проверочные воздействия типа ступенька. Ступенька может быть вверх, ступенька может быть вниз. То есть, когда ты говоришь, что поставщик перестал выпускать что-то, это классическая ступенька вниз. И только свойствами цепочки поставок как раз и будет определяться факт, сможешь ты это пережить или нет. И точно так же может быть ступенька вниз, когда поставщик к тебе придет и скажет, дорогой ты мой человек, я теперь смогу тебя отгружать, но только партиями, кратными десяти твоим обычным объемом. Это тоже ступенька. Да, либо ты отключаешь тоже ступенька, либо еще что-то. Точно такой же Мерфи это, я не знаю, там жара на новые горы. Когда вместо ожидаемых елок и дождиков люди побегут покупать сиво. То же самое случится. И только свойствами цепочки поставок конкретного дистрибутора, поставщика, производителя, кого угодно, кто ее обеспечивает. Конкретного оператора, скажем так, будет определяться, сможет он это пережить или нет, и с каким качеством. Мерфи это не ограничение, это наша реальность. Это не ограничение. Стоит ли буферизовать количество? Нет, и ответ очевиден, мы будем об этом говорить дальше. Я поэтому сразу могу сказать, что буфер защищает только от повседневной, обычной неопределенности. Буфер невозможно поставить на все случаи на черных лебедей. Работа с черными лебедями это прям отдельная история. Она к буферам и к управлению цепочками поставок, как таковыми регулярным, она отношения мало имеет. Это такой диверсионный анализ, то есть что будет происходить, если и как мы будем выкручиваться. Как правило, в данном случае, опять же, если это обсуждать и включать в эту тему, то ее нужно отдельно раскрывать. Но можем обратиться к Насибу Талебу, к его антихрупкости. То есть он взял и квалифицировал все на три больших типа. Это хрупкое, то есть любое воздействие ломает. Это прочное, внутри какого-то воздействия это сопротивляется, при слишком большом воздействии это ломается. И антихрупкое. Антихрупкое – это когда после негативного воздействия усиливается. Но антихрупкость строится на очень простой вещи, если того же Талеба почитать. И это то, на чем построена наша эволюция. Антихрупкость достигается тем, что, принеся в жертву тех, кто не справился с текущими условиями, в целом за счет большого разнообразия другая часть системы выживает. По сути, мы говорим здесь о принципе необходимого разнообразия системном. Но я точно не готов это в сегодняшнюю тему впихивать. Если надо, мы можем это отдельно обсудить. Можно вопрос еще задать? Спасибо за развернутый ответ. Мол, чего то, что хотел. Сказали такое, откликается, но хотел бы уточнить. Есть поток создания ценностей в компании, а есть поток внутренних изменений. То есть поток улучшений. Если мы смотрим через пилизму проекта истории, мне понятно. Есть проекты направлены на коммерческую историю, на рынок, а есть проекты направлены на внутренние улучшения. Но прозвучало такое. Это разные потоки. Это понятно. И ограничения у них разные. Если мы поговорим за какие, хотя бы одно-два ограничения, которые не совпадают для этих потоков. Я почему-то считал, что это одинаковые ограничения. Первое и основное отличие. Если мы обратимся к наследию дедушки Голдрата, то мы у него увидим оттуда. То есть это ограничение мощности, это ограничение времени, ограничение рынка. И одно из последних, что им было сформулировано в незаконченной книге «Наука управления», это то, что предельным ограничением любой организации является внимание ее менеджмента. То есть это то, что ставит предел развития организации. По сути, внимание менеджмента – это частный случай ограничения мощности. Так вот, если ограничением мощности в потоке обычном, повседневном потоке создания ценности у тебя будет выступать внимание менеджмента, то компания не сможет развиваться. А в потоке улучшений естественным ограничением мощности является способность менеджера рассмотреть, переварить и управлять проектами улучшений. И Эли Шрагенхайм говорит примерно следующее, близко к тексту. Я сейчас ссылку не вспомню, не найду. Близко к тексту. Я потом попробую, когда буду второй блочок монтировать, я попробую найти ссылочку и ее вниз в описании поставить. Он говорит о том, что если организация работает таким образом, что внимание менеджмента ограничивает поток создания ценности, то у нее нет будущего. То есть она не будет успевать с улучшением. Не должно быть в потоке ценностей, который собственно логистический. Обычный поток создания ценностей – это и есть основной логистический поток организации. Так вот не должно быть внимание менеджмента ограничением в обычном логистическом потоке организации. Вот тебе два разных ограничения, одно из которых просто будет катастрофой. Вопрос. Когда мы смотрим на поток, мы смотрим, чтобы он увеличивался или чтобы потери уменьшались? Мы смотрим на TDD или на проход? Мы же вот не зря TDD смотрим, да? Мы смотрим на скорость, с которой система генерирует единицы целей. Это проход. TDD – это потерянный проход. Мы ставим себе в цель уменьшение TDD или увеличение прохода? Мы ставим себе цель увеличения прохода. Уменьшение TDD – это частный случай. То есть это просто вариант увеличения прохода. Один из вариантов увеличения прохода – меньше терять. Забавно пытаться в решете таскать воду. Поэтому, скорее всего, нет ли приоритета сначала мы уменьшаем TDD, потом увеличиваем поход? Мне неизвестна эта история, и я не готов сейчас на нее ответить. В моем убеждении, что если у тебя изначально ведро без дна, то зачем ты пытаешься вообще что-то делать? Если ты говоришь о том, что не надо пытаться вычерпать воду из лодки ведром без дна – да, не надо. Я с тобой полностью согласен. Да, вот я про приоритетацию. Сначала мы уменьшаем TDD, а потом занимаемся ускорением потока. А вот с этим я не согласен. А вот с этим я не согласен, потому что такое жесткое утверждение приведет к неправильным действиям. Алексей, вижу вопрос. Так, готов. Спасибо. Совершенно верно. Кто работал в советское время еще, те помнят, что есть типовые понятия усушка, утруска, потери на пересыпке, перевалке, переупаковке и всем остальном. Вот оно, ваше TDD – это и есть технологическая тема, и если начать перфекционировать и залазить в уменьшение этих потерь, то ты можешь потерять весь поток. Здесь вопрос только соотношения объема потока, скажем так, с объемом потерь, ну, либо прохода, который прогенерирует поток с объемом потерь, потому что потери – это абсолютно упущенный проход будет. Да. Вот, собственно говоря, и все. Их контроль в границах допустимости. А дальше 6 сигм, все, что… Возвращаясь к управлению запасами, наша задача – обеспечить наличие и продажи. При этом мы никогда не пытаемся обеспечить стопроцентное наличие, потому что это очень дорого, мы просто заморозим кучу денег. Но CDD – это, по сути, упущенная прибыль от того, что у нас не было наличия. Да? Мы поговорим про эти показатели, потому что без них не обойтись, когда будем говорить о качестве функционирования логистических цепочек. Но в данном случае это просто размер дырки. Ну, советские мужчины знают, что пиво можно носить в полиэтиленовом пакете, несмотря на то, что там есть дырочка, из которой может подтекать это самое пиво. В определенных условиях эта дырочка не является препятствием к достижению главной цели. Но в пакетике прозрачна дырка у меня, и все время утекает пиво из него. На этом я, наверное, готов к записи второго эпизода. То есть у нас два эпизода мы с вами записали в лед. Это хорошо. Я готов закончить. Спасибо за то, что поддержали. Всегда проще общаться с людьми, нежели с компьютером.